Лекция по Шримад Бхагаватам. Песень 2, глава 2, текст 5. Прочитана Его Божественной Милостью, Ачеба Ктивиданты, с вами Прабхупады, 5 марта 1975 года, в Нью-Йорке. Разве на дорогах нельзя найти изношенную одежду? Разве деревья, живущие ради других, перестали подавать милостыню? Разве реки пересохли и больше не дают воды жаждущим? Разве входы в горные пещеры завалены? А всемогущий Господь перестал заботиться о предавшихся Ему душах? Зачем же тогда ученые и мудрецы льстят тем, кто опьянен богатством, заработанным тяжелым трудом? ЧИРАНИ КИНГЕ ПАТИНА САНТИ, ДИСАНТИ ВИКСЯ, НАИВАН ГРИПАХ ПАРАБИТАР САРИТО ПАСУСЬЯН, РУДДЬЯ ГУХА КИМАЖИТО, БАТИНО ПАСАННЯ, КАСМАД БХАЖАНТИ КАБАЮ, ДХАНА ДУРММА ДХАНДА. Итак, Шукадева Госвами с самого начала своей жизни находился в укладе отречения. Как только он вышел из утробы своей матери, он тотчас же оставил дом. Он находился в лоне своей матери в течение 16 лет. Его привлекала жизнь в отречении Шукадева Госвами. Он даже не помышлял о том, чтобы следовать другим ашрамам. Как правило, что касается обычных людей, то для них существует 8 ашрамов. Для социального поддержания существует 4 ашрама, а именно Брахмачари, Грихастха, Ванапрастха и Саньяса. Вернее, это для духовной жизни. А для социальной – Брахмана Кшатрия Ваща Шудра. Это социальное деление. И есть также духовное деление. Потому что мы представляем собой сочетание материи и духа. Я – душа. Я живу в материальном теле. Это истинное положение вещей. Я не являюсь телом. И это начало духовного образования. Я – не тело. Тот, кто понимает это до конца. Тот, кто полностью это понимает, понимает, что он не тело. С этого начинается духовное образование. Пока мы отождествляем себя с телом, не может быть и речи о духовности. Кому необходимо духовное образование? Людям. И именно людям, продвинутым, необычным людям. По крайней мере, цивилизованным людям. Поэтому в человеческом обществе, в цивилизованном человеческом обществе, люди следуют религиозным принципам. Будь это индуизм, или ислам, или христианство, или буддизм. Но есть какая-то религия. Цивилизованное общество не обходится без религии, потому что без религии – это общество животных. У животных нет религии. Кошки, собаки не ходят в церковь или в храм. Но люди ходят. Поэтому Шастра говорит, «Если в человеческом обществе нет культуры и религии, то это общество животных. Это не человеческое общество». Итак, общество людей должно делиться на восемь сословий. Это совершенное человеческое общество. Как в любой организации, в любом предприятии, есть подразделение труда, есть правление, совет директоров, есть секретариат, обычные клерки, рабочие. То есть должно быть такое деление, иначе будет хаос. Нигде вы не найдете, чтобы предприятие без такого разделения труда работало должным образом. Такое деление должно существовать. Поэтому Тришна говорит в Бхагавадгите «Такова воля Бога. В обществе должны существовать четыре сословия для материальной жизни и четыре уклада для духовного развития». Должны быть Брахманы, Варна, это четыре социальных деления. Варна значит класс. Сейчас это считают кастой, но в действительности это класс. Класс — это не каста. Нигде в мире нет такого, как касты. Но в Индии есть касты. Однако, Кришна говорит, четыре класса я создал «Брахман-кшатрия-ващи-шудра». Кто такой Брахман? Об этом также сказано в Бхагавадгите. Чтобы человек стал Брахманом, он должен обладать множеством качеств. Только потому, что я родился в семье Брахмана, я не становлюсь Брахманом. Об этом говорится в Шримадбхагаватам. Одно лишь рождение в семье Брахмана еще не определяет вас Брахманом. Вы должны обладать качествами Шамо-дамас-титикша. Это необходимо. Сейчас индийская культура деградировала, потому что вместо того, чтобы учитывать квалификацию, они судят только по происхождению. Родившийся в семье Брахмана становится Брахманом. Нет. Шастры не об этом говорят. Они говорят о качествах. Должна быть квалификация. Поэтому нет такого явления, как хинду-дхарма. Нет. Такого слова вообще ни в каких ведических текстах не существует. Нигде в Бхагавадгите или в Бхагаватам вы не найдете такого термина, как индуистская дхарма. Есть термин бхагавата-дхарма, но такого термина, как индуистская дхарма, нет. хинду-дхарма это творение наших соседей. Мусульман с Ближнего Востока, которые соседствовали с индийцами, они называли индийцев хинду. Есть такая река Синду или Инд, и мусульмане произносили Са как Ха. Те, кто жили по другую сторону реки Синду или Хинду, они называли их хинду или индусами. Но в действительности ведическая религия, она не для индусов, не для христиан, не для мусульман, она для людей. Ведические тексты. В ведических писаниях, а Бхагавадгита, Шимадбхагаватам это ведические писания, даются предписания правилам для варн и ашрамов, для четырех классов и для четырех ашрамов. Ашрам это то место, где следуют духовные практики. Это место называется ашрам. Итак, Брахмачари, Грихастха, Ванапрастха и Саньяс. Чатур-варна и Чатур-ашрама материальное и духовное. Итак, Саньяси должен находиться на вершине человеческого общества. Чатур-варна четыре класса, затем среди варн есть четыре класса также. Брахмачари, Грихастха, Ванапрастха и Саньяса. Саньяса это высший уклад человеческого общества. Здесь Шукаде Богосвами, он является Саньяси, он находится в укладе отречения с самого начала своей жизни. и он никогда не вступал ни в какой ашам и ни в какую варна. Он Парамахамса. Парамахамса значит высший среди Саньяси. Саньяси является величайшим. среди Саньяси на самом высоком уровне находится Парамахамса. Саньяси делятся на Кутичака, Бахудака, Паривраджакачари и Парамахамса. Кутичака это когда приняв уклад Саньяси после грехастхи наступает Ванапрастха затем Саньяси. Итак, в Брахмачаре грехастхов напрастха Саньяса в начале особенно это относится к браманам и к шатриям двум высшим классам они должны принимать Саньясу. По крайней мере браманы должны принимать Саньясу. У браманов четыре Ашма Брахмачаре грехастхов напрастха и Саньяса. У кшатрия три Ашма Брахмачаре грехастха ванапрастха без Саньясы. Бывающие два Ашма Брахмачаре грехастхам. У него нет ни ванапрастхи, ни Саньясы. У шудр только один Ашма грехастхам. Таков ведический порядок. В силу того, что в нынешнюю эпоху очень сложно следовать Саньяси, поэтому уклад Саньясы полностью запрещен. Настоящий Саньяси. Кто это? Здесь приводится описание его жизни. Они должны подбирать порванную одежду, лежащую на улице, и укрываться ею. Далее. ангри значит ноги. А па значит пить. Деревья пьют воду корнями. Это их нога. Поэтому их также называют ангри па. Ангри значит нога. В разных формах жизни разные способы принятия пищи. Мы едим при помощи рта, а деревья едят при помощи своих ног. Таково творение Бога. Есть можно не только ртом. Нет. Есть и другие чувства. Действующие чувства руки, ноги, язык. Это действующие чувства. Гениталии, анус, все это действующие чувства. Ангри па это дерево. Саньяси должен зависеть целиком и полностью от от Бога. Это саньяса. Не так, что я иду к богатому человеку, выпрашиваю у него что-то, беру у него деньги и пользуюсь ими. Нет. Так делать не нужно. Он совершенно независим. и поскольку такая саньяса в нынешнюю эпоху невозможна, поэтому, как правило, саньясу не нужно принимать. Люди не могут следовать запретам. Однако, что касается нашего движения сознания Кришны, мы не уподобляемся этим Майвади Саньяси. Наши саньяси целиком и полностью посвящают свою жизнь служению Кришне. Саньяс означает сат ньяса. Ньяса значит отказываться. А сат ом тат сат абсолютная истина. Итак, ради служения абсолюту Кришне мы отказываемся от нашей семейной жизни. Отказ от семьи означает отказ от всего мира, потому что люди тяжело трудятся лишь чтобы поддерживать семью. Об этом также сказано в Шимадбхагаватам. Такова материалистическая жизнь. Нитрэя в Шимадбхагаватам. Если человеку удается проспать целые сутки, он считает себя круглым везунчиком. Особенно в воскресенье. для материалистического человека это достижение. В Кайкутте мы видели почтальонов. они забирают письма и в своей почтовой сумке носят их. Те, кто ездили в Кайкутту, они знают, что там есть Далхаус Square в центре. И эти почтальоны берут свою сумку с письмами и отправляются в этот сквер. И там спят до четырех часов. Затем они возвращаются в офис. Если начальник спрашивает, почему ты так поздно пришел? А, не было дома, я его не смог найти. Что я могу поделать? Я должен был ждать. Но он все свое время потратил на сон. И он думает, мне и так платят много. Если я не работаю, если я буду спать, то это только плюс, дополнительная выгода. Это материальная жизнь. Материальная жизнь это нидрая хриятэ нактам. Ночью они хотят спать как можно дольше. Или те, у кого есть возможность, они используют временную сексуальную жизнь. Вьявайена значит секс. Так они прожигают свое время. двенадцать или десять часов они просто прожигают. А днем где деньги, где деньги? Как в вашей стране. с раннего утра в пять тридцать дорога уже забита транспортом, люди едут на работу. Зачем? Чтобы зарабатывать, зарабатывать деньги. джиба чарте хая ражан когда они заработали денег, тратят их на чувственное удовольствие или на содержание семьи. И таким образом человек материалистичный впустую проживает свою жизнь денно и ночно. И где время? Спросите любого материалистичного человека, почему бы они прийти к нам в храм, сэр, почему бы они послушать Бхагавадгиду? У нас нет времени, потому что они тратят свое время на это. Такова материалистичная жизнь, а жизнь духовная, для этого нужно обучаться как брахмачаре. И затем он должен жить регулируемой жизнью, как грехастхам. Грехастха это неплохо. Семейная жизнь это неплохо, поэтому это называется грехастхам. Ашрам это само слово означает место, где совершают духовную практику. Это называется ашрамом. Это может быть семейная жизнь, это может быть жизнь в отречении, может быть жизнь в ученичестве брахмачарья, или жизнь, когда человек отошел от дел, духовная культура должна существовать во всех случаях. Это называется цивилизацией. Если же нет духовной культуры, то это не человеческое, это общество животных. У кошек, собак нет духовной культуры. Итак, в духовной культуре уклад в отречении должен быть направлен только на служение Верховному Господу, а не для того, чтобы получать легкие деньги от других и использовать их для своих материальных наслаждений. Это не жизнь в отречении. Таков смысл этого стиха. Если кто-то говорит, если я не достану денег, то как же я смогу жить? Отвечая на этот вопрос, Шукадева Госвами говорит, почему ты беспокоишься о собственном поддержании? Что тебе нужно для своего поддержания? Мне нужна квартира, мне нужна одежда, мне нужна пища, мне нужна вода. Столько разных вещей, это потребность, это необходимо. Поэтому он говорит, хорошо, если тебе нужна одежда, разве ты не можешь найти брошенную одежду на улице, порванную, разве ты ее не сможешь найти? Хорошо, я могу подобрать какую-то одежду, хорошо. А где же я достану пищу? Шукадева Госвами говорит деревья. Раньше под деревьями имелись в виду плодовые деревья. Люди ходили в джунгли, а там было достаточно фруктов. До сих пор есть много джунглей на Гавайях, много джунглей, там достаточно пищи. Манго, папайя, много других, бананы, ананасы, гуава, много фруктов. Если человек шел в джунгли, то у него не было проблем с пищей, достаточно еды. Вода, вода в реке, поэтому говорится, ты что думаешь, что все реки высохли, достаточно воды? И вы можете сказать, ну, мне же нужен какой-то кувшин, чтобы носить эту воду. Нет, можешь набирать ее вот так, в ладони. А где же я буду жить? разве ты считаешь, что все пещеры в горах завалены? Есть много пещер. Если тебе вообще нужен кровь, то уже существуют естественные квартиры. ты можешь там жить. И кроме того, Шука Девога с вами говорит, Аджита Аббаттим НО Аббаттим НО Аббаттим Упасаннан Аббаттим Упасаннан это значит те, кто предались. Аджита это одно из имен Бога. Аджита А значит НЕ. Джита значит Побежденный. Никто не может победить Бога. Таков Бог. Бога никто не может победить. Он побеждает всех. Но только преданный может победить Бога. Не демоны. Бог побеждает демонов. Но преданный может победить Бога. Хотя Бог Аджита Он становится Джитой то есть побежденным своим преданным. Об этом также говорится. И мы начали это делать открывать центры чтобы люди могли слушать. Шрути значит ухо воспринятие на слух. Каждый может оставаться на своем положении. Нет необходимости менять. Как один человек спрашивал меня должен ли он для духовного развития жить в храме. Я сказал нет. Нет такого строгого правила что человек должен жить в храме. вы можете жить где угодно. Но духовная практика должна продолжаться. Кришна нигде не говорит живи в храме или отправляйся в джунгли или в Гималайи. Нигде вы нигде в Бхагавадите не найдете чтобы Кришна говорил Арджуне перестань сражаться отправляйся в лес или в Гималайи и стань совершенным человеком. Нет Кришна говорит следуй этому принципу всегда думай обо стань моим преданным мадьяджи мадьяджи поклоняйся мне склоняйся передо мной вот эти четыре вещи вы можете делать это где угодно не имеет значения но делайте все это Наратамда Астакур говорит Являетесь ли вы грехастхой семьей женой детьми неважно или вы живете в лесу как саньяси в отречении какое бы положение вы не предпочитали вы можете оставаться в нем но делайте это манмана бхавамад бхакто мадьяджи мам намаскуру итак здесь Шукатева Госвами советует это очень важные слова Аджита Верховный Господь Кришна Он поддерживает жизнь каждого Йога Кшемам Вахам Ягам Разве Он не поддержит того кто полностью предался Ему как это возможно допустим какой-то человек содержит множество чужих детей разве он не будет содержать своих конечно будет поэтому наш принцип должен состоять в том чтобы не думать о своем личном поддержании мы должны посвятить нашу жизнь Кришне и Кришна позаботиться таким должен быть принцип не беспокойтесь думая постоянно как мне жить дальше проблема не в этом поддержание это не проблема истинная проблема в том как нам полностью предаться Кришне вот чего нужно хотеть упасанья означает те кто предались так если мы полностью предались то материальное развитие не будет представлять для нас проблемы это автоматически произойдет Кришна говорит в Бхагавадгите йога кшема бахам яхам он лично позаботится он заботится и о других так же никто не умирает от того что ему нечего есть это ошибочное представление все получают пищу по потребностям существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни из них 8 миллионов относятся к низшим формам жизни это рыбы растения насекомые деревья 8 миллионов форм жизни у них нет работы у них нет источников дохода но природа дает им все необходимое так почему же ей не накормить человека даже нецивилизованные люди живут в лесах у них нет бизнеса у них нет источника дохода но все равно они получают пищу точно так же почему же цивилизованные люди должны так беспокоиться о своем поддержании все это из-за недостатка сознания Кришны поэтому они думают как же как же я буду жить поддержание оно уже есть нужно просто немного работать просто пошите землю поле сажайте какие-то семена естественным образом со временем одно семя даст вам тысячу если вы немного поработаете не будет уже вопроса о дефиците еды Кришна дал все наша главная задача должна быть в том чтобы развивать наше дремлющее сознание Кришны вот это первая наша обязанность всем нужно прилагать усилия мы утратили свое сознание Кришны поэтому у нас столько проблем в жизни если вы возродите свое сознание Кришны все проблемы будут решены эту песню поет Бхактивнода Такур это очень получительно нас уносят волны этой материальной природы и порой мы погружаемся под воду иногда всплываем на поверхность таким образом мы боремся за жизнь в этом материальном мире и так нас несут эти волны времени на это указывает Бхактивнода Дхакур Да я в этом положении как же не спастись если если вы просто поверите это факт верите вы в него или нет но это факт я вечный слуга Кришны я вечный слуга Кришны просто возродите свое знание мы не господа наставление наставление В конце ясно сказано, ясно указание. В другом месте говорится, волны материальной природы, время неумолимо. И Кришна говорит о том же, вы не сможете преодолеть эти волны материальной природы. Нас несут эти законы природы. Вы по глупости своей думаете, что вы независимы. Все повинуются этим строгим законам материальной природы. Вы не можете этого избежать. Если я молодой человек, я думаю, ну, я не стану стариком. Я останусь молодым. Это глупо. Вы неизбежно станете стариком. Таков ответ природы. Вы не сможете этого избежать. Точно так же, если вы думаете, ну, это у меня старое тело. Когда ему придет конец, всему придет конец. Нет, конца не будет. Вам придется снова родиться. Такова материальная природа. Эти глупые люди этого не знают. Они думают, я буду оставаться таким процветающим человеком всегда. Нет, сэр. Вы не процветающий. Вы страдаете. Даже если вы считаете себя процветающим и успешным, вам не позволят остаться в этом положении. Такова материальная природа. Ну, в этом проблема, но глупые люди не знают, в чем состоит истинная проблема. Они заняты решением мелких проблем, но настоящие проблемы — это рождение, смерть, старость и болезнь. И в человеческой форме жизни есть возможность решить эти проблемы, и мы должны воспользоваться этой человеческой формой жизни и решить их. Их можно решить легко. Для этого существует движение сознания Кришны. Если вы просто постараетесь постичь Кришну. Кто такой Кришна? Почему Он пришел? В чем Его цель? Как Он жил? Таким образом, старайтесь понять Кришну. Но если вы искренне, Кришна даст вам разум. Буддхи-джоганг-дадамитам джи-на-маму-пу-жан-три-три. Если вы постараетесь постичь Кришну искренне, то Кришна даст вам разум, способность понять Его, и как только вы Его поймете, вы достигаете освобождения. Это освобождение. Кришна говорит, как Его познать? Не бросай вызов. Кришна, ну-ка, ты кто? Ну-ка, говори мне. Нет, Кришна не слуга ваш. Вы должны стать Его слугой. И тогда Кришна прислушается к вам. Не нужно бросать вызов. Нужно быть смиренными. Смирением нужно постичь Кришну. И что значит смирение? Ман-мана-бхавамат-бхакто. Поэтому Кришна присутствует здесь, чтобы принимать ваши поклоны, принимать ваше поклонение, чтобы признать вас как преданного. Кришна для этого находится здесь. Итак, следуйте принципам, следуйте наставлениям своего духовного учителя в том, как поклоняться Кришне, как склоняться перед Ним, как думать о Нем 24 часа в сутки. И таким образом, если мы будем так жить правильно, то придет время, и мы осознаем Кришну. И как только мы полностью осознаем Кришну, мы тотчас же перенесемся в духовный мир, когда оставим наше бренное тело. Спасибо, кто-то. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok